Привет. Привет марксистам. Здравствуйте. Националистам. Я не националист. Как бандера у вас поживает? Я же не националист на самом деле. А кто же? Ну как ты? Бандеровец. Не. Кто такие бандеровцы вообще? Ну как? Ну бандеровец, а кто же такой? Ну объясните мне. Вот какие-то, все говорят какие-то бандеровцы. Бандеровцы это фашисты, прислужники фашистов. Фашистов? Итальянцам служили или кому? Немецким фашистам. Немцы были нацистами? Ну правильно, нацистам служили. А вас не смущает тот факт, что с 41 по 45 на территории оккупированной Украины немцы распространяли листовки о том, что члены ОУН-Б сотрудничают с Москвой? Любой гаджет, да. Давайте. То, что они сотрудничают с фашистами, это я вам сейчас два пальца описать, я сейчас покажу. Найду акт о независимости Украины. Ага. Заодно найдите там подпись Бандеры. Ну вот. Смотрите, вот это вот газета. Я спросил, подпись Бандеры. Вы же слышали мой вопрос. Газета, вот газета, вы умеете по-украински читать? Видите? Газета. Подпись Бандеры. Не газета, а сам документ. Да. Ну вот читайте, да. Кто там в конце, фамилия какая? Текст, текст. А кроме Бандеры там еще кто-то был? Еще раз, где там подпись Бандеры? Так, сейчас секунду. Подпись, подпись. Не знаю, где там подпись. Ну найдите, в конце же, по идее, должна быть. Текст акта. Вот читаем текст акта, читаем. Где подпись Бандеры? Я читаю текст акта. Вы вопрос игнорируете, да? Акт про возглашение украинского государства, воли украинского народа, организация националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает создание украинского государства, за которое положили свои голоса целые поколения лучших сынов Украины. Первый, да. Организация украинских националистов, которая под руководством создателя и вождя Евгения Коновальцева вела в последние десятилетия кровавого московско-большевистского порабощения. Минут 5, 10, 5, 4, 5. Уборную борьбу за свободу и призывает весь украинский народ не сложить оружие до тех пор, пока не все украинские земли не будет создана суверенная украинская власть. Суверенная украинская власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее развитие всех его сил, удовлетворение всех его нужд. На западных землях Украины создается украинская власть, которая подчиняется украинскому национальному правительству, что будет создано в столице Украины Киеве. Восстановление украинского государства будет тесно взаимодействовать социально-социалистической Великой Германии, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире. Восстановление украинского народа помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская национальность, революционная армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенное соборное государство и новый порядок во всем мире. То есть подчетки руководства Адольфа Гитлера. Да здравствует суверенное соборное украинское государство, да здравствует организация украинских националистов, да здравствует руководитель организации украинского националистов и украинского народа Степан Бандера. Слава Украине, героям слава. Где там подпись Бандеры? Ну внизу. Нету там подпись, там статько. А он не бандеровец? А при чем здесь Бандера? Не, не, он, не, секунду, здесь Бандера трижды. Вопрос еще раз, сначала был мой какой. В этом акте Бандера трижды, трижды там упоминался. Понял. Тогда пойдем по-другому. Идем дальше, идем, идем дальше. Бандеру посадили в тюрьму? Нет, фашисты посадили в тюрьму? Фашисты нет, нацисты. Нацисты посадили в тюрьму? Можно сначала маленький вопрос? Нет, нет, я вас спросил, посадили или нет? Да. В какой тюрьме он сидел? Изначально его отправили освинцем, потом он был... Неправда, никогда у освинца не было. Потом он был в Целинбал. Неправда, он был в Заксенхаузен. Ну да, в Целинбал. Он был в Заксенхаузен и был не в концлагере, а был в тюрьме. Для привилегированных немцев, тех, которые немцы, которые проштрафились, там для них нет, для чёрноты, и он был именно там. Можно вопрос? Да, и он в 2014 году... Его супруга родила сына Андрюшу. Так, просто-просто-просто. Можно вопрос? У него был двухкомтный номер. Вопрос. У него был двухкомтный номер, где он проживал. И не был свободный выход. Дед. Мало того, у него было ресторанное... Кушание ресторанное у него было, ресторанное. А в 44-м году его освободили из этих апартаментов. И в Мюнхене ему предоставили квартиру. Да. Где он, в конце концов, его... Я не знаю, выключил он звук, я дождусь его, хочу потом рассказать. Так вот, за что его освободили, вопрос к вам. За что его освободили из тюрьмы? Точнее, не тюрьмы, а, скажем так, из особого лагеря. Соберись, соберись. Да, за Ксенхаузена. За что его освободили? У нас диалог, скажи, пожалуйста. Нет, немцы, немцы, за что его освободили-то? Погоди. За что? Я спрашиваю, за что его немцы в 44-м году освободили? Если я тебе сейчас отвечу, я могу потом... У нас будет твой диалог, правильно? Потом я могу вопрос тебе задать. Я вам задал вопрос, за что... Я просто, я понял, я сейчас... Стоп, стоп, успокойся, 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 все, успокойся. Я тебе отвечу, просто я хочу понять, когда я тебе сейчас отвечу резко. Я могу потом свой рассказать текст, потому что ты 5 минут как бы рассказывал. Это вопрос тебе. Могу что? Давай. Его освободили в 44-м году. Сейчас, донат пришел, погоди секунду. Смотри, 44-м году его освободили, так как немцы терпели поражение в морских боях, в сухопутных, а была разбомлена практически вся их территория, превращена в выжженную землю. И единственная возможность у них, как вариант укрепления своих сил, получения новых подразделений, которые способны вести оборонительные штурмовые и в тыловых зонах войну, это собрать армию, русско-освободительную армию под предводительством Власова, объединить в них армию Краева и УПА. И у них была надежда на то, чтобы армия Краева и УПА, они станут на сторону немцев, подпишут договора и будут воевать совместно под предводительством Власова. Этот процесс не сработал, поскольку ни армия Краева, ни Бандера не согласились на это, так как у Бандеры было одно и снова то же самое условие, собственно, по которому его и посадили в Целенбау. Про Целенбау сейчас я тоже расскажу, ты здесь очень сильно ошибаюсь, что такое Целенбау. Это независимость Украины. Немцам неинтересна территория, которая получит независимость. Их задачей была колонизация, оккупация и ассимиляция данного населения. Ну как ассимиляция, искоренение этих народов, либо превращение их в лица второго сорта, то есть которые будут обычным рабочим классом. Это, по примеру, Ukrainian Action была такая территория, операция под предводительством Гиммлера на Волыне, она называла, регион должен был называться Гиммлерстратт. Вот как бы все. Интересно, кстати, факт. Генерал армии Краева, который также сидел в этой же самой Целенбау, написал письмо, в котором заявил, что, возможно, Польше придется отказаться от своих претензий на Волынь и Львов. За, для союза с УПА против, в дальнейшей борьбе, в борьбе, потому что они чувствовали, что сейчас советская армия полностью зайдет и нужно будет защищаться уже дополнительно от Совета. Немцы то отступали в 44-м году. Вы мне не надо мне лапшу дальше вешать. Вы мне про Бандеру расскажите. Да, 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 я про Бандеру уже рассказал. Идем. Не, 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 вот ему в Мюнхене выделили квартиру. Да, я договорю. Да, я договорю. Ты же много чего мне рассказывал. Ты же много чего мне рассказывал, поэтому я буду рассказывать. Смотри, идем дальше по пунктам. По поводу Целинбау. Целинбау это особая была тюрьма, особая тюрьма в концлагере, которая имела определенные привилегии. Во-первых, это таборная и гостаповская тюрьма. Там были немножечко лучшие условия и одиночные камеры размером метр на метр. Его не выпускали на прогулку в загород. Там не выпускали никого абсолютно. Они должны были находиться в самом Целинбау. Можешь представить, что такое метр на метр. Сейчас тебя не слушаю. Я тебе звук выключу, ты меня перебиваешь. Но тебе неприятно, я понимаю. Послушай меня. Идем дальше по пунктам. Ребенка у него не родилось в этом самом Целинбау. По одной простой причине. Никакой подтвержденной информации по поводу этого нет. Первый ребенок, который рандился, это в 46-м. Ни в 44-м, ни в 43-м. Ничего подобного. По такой логике сына Сталина тогда должен был там чпокаться и так далее. Но тем не менее сына Сталина там не было. Интересный факт, кстати. У него было двое братьев. Восвинцем. И ты же хотел про Бандеру. И эти братья, они были убиты. Были убиты этническими немцами, которые жили на территории Польши. Они были там надзирателями. Вот интересно. Интересный факт, кстати, еще про Бандеру. В 41-м году, 10-го октября, был казнен его отец за национальные идеи. Казнен Советским Союзом, кстати. Тоже интересный факт. Кстати, интересный также факт. Вот вы все включите Бандера, 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 Бандера. Уже в курсе, что он так и не успел посотрудничать с немцами. В чем его вина? Сейчас посмотрим, что там голос. Но есть исторические документы, где конкретно написано, что Стефан Бандера – это фашистский приквостынь. А раз и два на Украине он никогда не жил. От слова совсем. Он родился в Австро-Венгрии, преступление совершал в Польше. А был прихвостем фашистов. И украинцев он никогда не был. Что такое патификация? Слово совсем. Никогда не был. Что такое патификация? На Украине никогда даже не жил. Слово совсем. Да, 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 да. Так что ты, уважаемый. Что такое патификация? Да, но его фашисты спрятали только потому, что в 1941 году, если ПАК не изменяет, 2 июля его посадили в тюрьму в Заксенхаузер. Только за то, что когда фашисты увидели те преступления, которые его подручные совершили, какие преступления в городе Львов, какие зверства совершили, они сами одурели, да, и дабы, чтобы он их не дискредитировал, они его в тюрьму спрятали. И держали там, да, в двухкомном лагере, там с коврами, с диванами и совсем прочее. У него был, кстати, свободный выход в город, так, на всякий случай, его супруга раз в неделю посещала еженедельно, ну, еженедельно посещала. Ты закончишь? Он там сына Андрюшу родил, зачал. Сына Андрюшу, который родился в 44-м году, да. А потом, когда уже поняли, что... Я записываю. Когда советская армия побеждает, надо было хоть какие-то, как-то, что-то, как-то, надо кого-то победить, да, или как-то противодействие какое-то, они его освободили. Но он не поехал на фронт, он не поехал на фронт, да, он поехал, ему дали в Мюнхене квартиру, да, выделили квартиру, двухопытную квартиру, как в тюрьме. Кстати, где он сел, у него была камера двухопытная, так, на всякий случай, да, как у придворных генералов, вот. И там его, в конце концов, сотрудник КГБ в 52-м году. Это очень интересно на самом деле, что если ему задать вопрос по поводу документов, подтверждения, он же ничего подтвердить не сможет. Его, там, короче говоря, это самое... Это самое, 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 это самое... у меня к тебе два вопроса у меня к тебе два вопроса не у меня два вопроса почему же не сорвался мне не доказано кем доказано октябрьского октябрьского района московского суда 50 сейчас скажу каком-то 51 году доказано том что государственный преступник фашистский фашистский а можно постановление исполнение по поводу там больше у меня к тебе два вопроса давай тебе звук выключая тебе звук выключу сейчас помолчи минуточка не слышно у меня два вопроса первое зачем ты меня перебиваешь второе зачем готовлю ты ответе на вопрос смотри по поводу польши давай пойдем дальше первое есть такая вещь как пати фикации которые проводились на территории польши из 19 по 21 год массовые расправы отправки концлагеря украинцев где погибло 20 тысяч украинцев из не ошибаюсь и тысячи 120 тысяч было только концлагеря погибли от голода от болезни из-за отсутствия каких-либо там медицинских возможностей скажем так ужасное событие на самом деле за это украинцы им стиле это украинский националист им стиль зато и и проводились теракты на территории польши это была их ответка дальше по поводу львова в трибунал по айцгруппам на нербецком процессе установлено что в расстрелах евреев во львове брали участие айцгруппы с дим к 1 во первых айцкоманда 5 6 и зондеркомандер 4b никаких украинских националистов не обвинялась обмен это были исключительно сс подразделения которые занимались расправой ты можешь почитать это нербецком процессе ознакомиться следующий у меня к тебе есть вопрос как ты знаешь наверняка на территории освобожденной или захвачены как удобнее кому говорить германии после нюрнбергского процесса проводились различные также процессы по каждым концлагерям тебя сейчас не слышно потому что ты меня перебиваешь я тебя внимательно слушал твою речь потом я сказал я могу тоже сказать ты меня перебил теперь я тебе рассказываю ты мне никаких документов предоставить не можешь поводу рождения ребенка ты не можешь предоставить рождение что документ это не документ эта статья в интернете главное этот документ идем дальше идем дальше смотрим следующее документ я жду документ а не статья о чем я остановился так о чем остановился господи я уже сбился подскажите мне патификации рассказал от группа а так вот на территории потом после второй мировой войны проводились различные различные трибуналы над нацистами и также проводилась и советским союзом и франции и америка и так далее так вот очень важный факт заключается в том что бандера проживал на территории которые проводились продолжить дальнейшие судебные процессы в америке но очень важный момент знаешь что ни в одном из этих судов бандеру не притянули почему как ты думаешь он жил на территории которая контролировала америка но никто ничего не притягивал а что ты мне показываешь статьи документы дружище покажи мне документы ты не статьи показываешь документ это статья ты знаешь разница между статьей и документом где сломался по моему ты знаешь разница между статьей и документом тасс это не документ ты не понимаешь ты отсюда информацию берешь дес надолго его хватит тасс огонь давайте пока давайте я пока нагадую что мы сберемо кошти на збройные силы для того чтобы допомогти им внищении вот таких вот ворогов чтобы не было вот такой фигни на территории украины чтобы вы понимаете чтобы вы понимаете чтобы вы понимаете что если мы не будем допомогать нашим воинам то вот это будет типа у нас паспорт бандеры показывается генеально что вы можете сейчас сделать это поддерживать наши збройные силы чтобы мы продолжали продолжали оборонить нашу землю чудово не меняй меня и и и и и и